здравствуйте на библейском портале экзогет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня такой вопрос родственники усопшего соседа поминали его алкоголем я не остановил их во грехе из-за чего теперь испытывают чувство вины хотя они поминали его искренне и от души надо ли было их остановить скорее всего нет опять весь спектр ситуации может быть достаточно широким и ситуации бывают разные но в общем случае такие моменты как рождение детей свадьбы поминки являются действительно важнейшими событиями в жизни людей и люди отмечают их так как они это умеют делать вмешиваться в этот в эти вопросы со своими советами предостережениями рассуждениями о том как правильно и как не нужно всегда чревато тем что люди все равно поступят по-своему потому что они знают как надо но при этом вы намертво испортите с ними отношения и неизвестно можно ли будет эти отношения потом поправить большинство ссор как раз и случаются между даже близкими людьми друзьями родственниками на поминках на свадьбах где-нибудь на крестинах именно от того что люди по-разному представляют себе как необходимо эти события отмечать как необходимо их праздновать или наоборот как необходимо грустить кто-то занавешивать зеркала вы ему скажете это делать не надо это языческий какой-нибудь обычай кто-то считает что обязательно нужно выпить на поминках а вы его остановите и с одной стороны он все равно выпьет вот с другой стороны вы станете его если не злейшим врагом то по крайней мере человеком который ничего не понимает и если у вас нет авторитета слушайте я вот как священник могу сказать что я даже будучи авторитетом для каких-то людей пытался несколько раз объяснять им как делать не нужно но это никогда не работает это может сработать только в том случае если вы потом с любовью этим людям объясните что православ и не то что они поступали неправильно не нужно никто вас не уполномачивал оценивать их действий соответственно осуждать вы можете им объяснить как по православному соответственно провожать усопшего какие православные традиции в этом вопросе существуют не говоря о том что они то поступали неправильно они сами пусть решают как им поступать а вы можете сказать что да по обычаям православной церкви необходимо служить панихиду заказать сорока уст провести отпевание в храме потом на могиле совершить еще раз литию опять в храме заказать допустим сорока уст вот собраться на поминках не для того чтобы выпить желательно чтобы это было без алкоголя а для того чтобы вспомнить человеку добрым словом делиться воспоминаниями о нем ну и так далее вы можете обо всем об этом поведать людям но как бы в третьими в третьем лице не как они должны были бы поступать а как вообще принято у православных вот а уж они сами разберутся как они своих покойников будут провожать это точно не ваше дело и вы не уполномочены на то чтобы их учить внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео